Здравствуйте! В эфире программа «Второе дыхание» Это программа о спорте, спортсменах и спортивном образе жизни Поклонников здорового образа жизни день от дня становится все больше и больше Люди стремятся заниматься спортом и отдавать детей в спортивные секции Количество которых в нашем городе тоже растет Недавно, например, в Рязани открылась новая футбольная школа Подробности в следующем сюжете Современная система спортивной подготовки детей ориентирована на спорт высших достижений И поддержку наиболее способных детей с 6 лет В таких условиях детям младшего возраста и детям без выраженных способностей Не находится места в секциях и профессиональных клубах И в таких условиях интерес ребенка к спорту быстро угасает А если говорить о футболе, то тут почему-то считается, что малышам в этом виде спорта делать нечего Рано и неинтересно И вот в нашем городе открылась необычная футбольная школа Двери которой распахнуты для всех, даже самых маленьких В марте состоялось долгожданное открытие футбольной школы «Юниор» в Рязани Вместе с пришедшими ребятами и родителями был дан на маленький старт большому спортивному празднику Все, на мой взгляд, прошло хорошо Замечательная явка, почти стопроцентная Вот, поэтому, я надеюсь, всем понравилось тот праздник, который дети получили «Юниор» — это известная сеть футбольных школ, которая есть во многих городах России Детишки здесь занимаются, начиная с трехлетнего возраста Все занятия проводятся в игровой форме На одного тренера приходится не более восьми учеников, которые объединены в группы согласно уровню подготовки Такой адресный подход и методики работы, принятые в Германии и Испании Способствуют достижению цели школы А она проста — гармоничное, социальное и физическое развитие ребенка Школа уже начала сотрудничество с самым титулованным клубом Греции «Олимпикас» — планируется открытие совместной академии в России И стажировки учеников школы в Греции Ранние соглашения были подписаны с шотландским «Селтиком» и футбольной академией «Реал Мадрид» В спортивной школе «Юниор» ваш ребенок научится быть смелым и побеждать Улучшит навыки общения с другими детьми Разовьет свои природные данные Найдет отличных друзей Освоит технику игры в футбол Сформирует характер лидера Всегда будет в отличном настроении Очень надеюсь, что мой сын в будущем станет чемпионом России Да, России станешь, да? Полтора года занимаемся футболом Занимались в Санкт-Петербургской школе «Азбука спорта» То, что я сегодня здесь увидел, это на уровне Это было классно, это было правильно, это было четко На сегодняшний день комплектуются группы для деток в возрасте от 3 до 6 лет Но также поступают заявки для детей более старшего возраста до 12 лет По мере роста заявок будут формироваться группы Несмотря на то, что футбольная школа существует в нашем городе Неполный месяц, начало победам спортсменов уже положено Тренерский состав футбольного клуба «Юниор Рязань» занял третье место На областном турнире в городе Новомичуринске Конечно, далеко не все дети стремятся сделать карьеру профессионального футболиста Но это не означает, что тренировки по футболу станут для них пустой тратой времени Наоборот, лучшее, что есть в детском спорте Это не изматывающая гонка за карьерой, а полезное увлечение ребенка Которое улучшает здоровье, формирует спортивный характер и позволяет найти верных друзей Ну а юниор – это знание, сила, характер и отличное настроение вашего ребенка Конечно, любовь к спорту, тягу и привычку к физическим упражнениям Воспитывают еще в школе на уроках физкультуры И чем интереснее и разнообразнее проходят эти занятия Тем больше вероятность того, что спорт и здоровый образ жизни Останутся с человеком навсегда 24 марта в Рязанском городском дворце детского творчества Прошел первый региональный форум учителей физической культуры Объединивший около 150 педагогов из общеобразовательных организаций Рязанской области Мероприятие было организовано совместно Региональными министерствами образования, молодежной политики, физической культуры и спорта С целью внедрения инновационных форм, практик, методик проведения урока физической культуры И обмена позитивным педагогическим опытом Первое приятие было шикарное Проходили мастер-классы, участвовали преподаватели В основном были преподаватели из области И немного было преподавателей из города Рязани В современных условиях все больше внимания уделяется физическому воспитанию школьников При общении детей и молодежи к здоровому образу жизни Возрожден и активно внедряется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО Введен третий час физкультуры Организация которого проходит с применением инновационных и интересных школьникам форм и методов Изучением основ различных видов спорта Самбо, шахмат, фитнеса и многих других Спортивная часть форума была посвящена освоению методики организации урока физкультуры С применением основ фитнес-аэробики Присутствующие приняли участие в мастер-классах по классической аэробике, функциональному тренингу, степ-аэробике А также познакомились с тем, как можно организовать внеклассные мероприятия по физической культуре Использовав соревнования фитнес-трофи Мы очень счастливы, рады, что это мероприятие состоялось И мы хотим, чтобы это мероприятие дало такой большой старт И мы начали развивать, скажем, уроки, ну скажем, фитнес в рамках уроков физкультуры Организаторы надеются, что опыт, приобретенный педагогами в ходе форума Позволит им проводить уроки физкультуры на более высоком уровне С использованием современных методов и технологий Ну а сами уроки станут интереснее И посещать их ученики будут все с большим и большим удовольствием Не так давно в Москве прошли первенства России Всероссийские и межрегиональные соревнования по восточному боевому единоборству Дисциплины Сютакан, на которых выступили 950 спортсменов со всех регионов России Рязанские молодые ребята и девушки в очень сложной и конкурентной борьбе завоевали 12 медалей 7 золотых, 2 серебряных и 3 бронзовых награды Вот результат упорных тренировок молодых спортсменов Сютакан развивается в Рязани с 2010 года Из нулевых позиций регион перебрался в семерку сильнейших субъектов Российской Федерации В который год ребята завоевывают награды не только на российских соревнованиях Но и на международных Этот турнир вновь дал им это право В этой сложной борьбе ребята завоевали право сейчас ехать в мае в Сербию На первенство Европы среди детей И в ноябре в Грецию, в Афины Тоже первенство Европы среди старших будет юношей Как взрослые, так и совсем маленькие спортсмены С чувством, с толком, с расстановкой описывают происходящее на турнирах Эти два брата занимаются восточным боевым единоборством дисциплины Сютакан в разных возрастных группах Между собой не соревнуются, только лишь радуются друг за друга, стоя с наградами и серьезно рассуждают о поединках В первом кругу мне попался не очень сильный соперник И я прошел дальше Но самым трудным был последний круг, третий Вот, там мне попался один мальчик Он был почти такой же, как я, силы Но мне удалось его победить И я прошел финал тоже Ну а что было самым трудным в этот момент? Наверное, выйти и выступить было самым трудным Надо было собраться Какая серьезность, по мнению тренеров, спортсменов и родителей, появляется у детей именно благодаря занятиям и этим видам спорта Он помогает вырабатывать полезные для жизни черты характера с ранних лет Спокойствие и иногда хладнокровность в некоторых моментах Сосредоточенность на уроках даже Когда некоторые ребята там начинают скакать в колосе, а ты сидишь спокойно, рассмиренный человек Александра завоевала на прошедших соревнованиях первое место в категории каты В бою с воображаемым противником Она имеет разряд кандидата в мастера спорта Учится только на четверке и пятерке, все успевает Ее подруга Юля имеет второй взрослый разряд Занимается этим видом спорта пятый год Ежедневно, кроме воскресенья Давно мечтала поехать на эти соревнования Тренировалась усиленно Вот моя мечта, забываясь, я заняла, допустим, не первое место, но для первого раза нормально, я считаю То есть первый раз ты так закончилась в таких соревнованиях, в таком уровне, да? Да Очень даже хорошо А эти веселые парни только со стороны смотрятся такими озорными По крайней мере, в любой ответственный момент они точно могут собраться и выглядеть очень организованными Ребята отличаются большой сплоченностью и волей к победе В командном Кумите они заняли первое место Если бы не он, то нам бы это не видать Это вот это первое место То есть это в основном его заслуга А что же он только не сделал, расскажи Он вытащил команду, он ее просто вытаскивал Вот благодаря ему мы стали чемпионами Были сложные соперники, но мы смогли это сделать И команда Кумите первое место Вот старшие ребята, Костя, Данил Они именно вот в этой команде прошли и заняли первое место Это очень престижно Ребята смогли вырваться вперед среди 14 команд лучших в России Из тех регионов, откуда выходят чемпионы мира Все это стало возможно благодаря упорным тренировкам и работе над собой Даже молодые спортсмены в процессе соревнований Умеют самостоятельно корректировать себя Кихона и Пон Кумите Первый круг, ну, было тяжело Я много чего, ну, сделал нехорошо Но прошел Второй круг уже было полегче Я все понял, прошел Третий, это уже полфинал был Выход в финал Я прошел, там было потяжелее уже За первое место я проиграл Четкий анализ, желание бороться, отрабатывать приемы Приходят под руководством опытного тренера Дети его очень любят И на закуску вот их впечатление от этого человека Добрый Добрый Иногда шутит Иногда Иногда наказывает за неправильные вещи Лучший тренер в Рязани, по моему мнению Он тренирует очень хорошо, очень добрый Иногда может поругаться, но это за значительные такие проступки Тренирует Шикарно С кем вы тренируете? С девочками, с мальчиками? Ну, и с мальчиками, и с девочками А с кем больше нравится? С мальчиками Ну, потому что, ну, не знаю, нравится с мальчиками Детское сердце-то не обманешь Здесь только честно можно работать И они говорят, что я и строгий бываю, и могу пошутить Самое главное быть честным в отношении детей И отдавать этому целиком свое время, силы, желания Всего саму себя По-другому, я считаю, нельзя А о том, как же восточное боевое единоборство Дисциплина «Сотокан» меняет детей в положительную сторону Расскажем вам в следующий раз Пополнили копилки спортивных наград И рязанские анджи-уджицеры На престижных соревнованиях Они, как всегда, показали высокий класс 20 марта в Испании прошло первенство мира по джиу-джитсу Собравшие участников более чем из 30 стран мира Наши спортсмены, конечно, не обошли столь престижные соревнования стороной В составе сборной России присутствовали 6 рязанских бойцов Никита Катков и Алина Калина стали бронзовыми призерами соревнований Никита тренируется под руководством Дмитрия Марона и Романа Брагина В детско-юношеской спортивной школе Витя Сяльбина – воспитанница спортивного клуба Ивпатик Лаврат Тренирует спортсменку Дмитрий Князев 18-летняя спортсменка стала победительницей в дисциплине «Неваза» Борьба в портере весовой категории до 62 килограммов По признанию девушки, это, конечно, далеко не первое соревнование в жизни Но, несомненно, одни из самых сложных Большой опыт Соревнования были, на самом деле, самые, наверное, тяжелые из всех Которые у меня были Очень большое количество народу Более 30 стран мира Приехали туда И, конечно, масштабное мероприятие Занимается спортом Альбина с 4-х лет Как и полагается многим маленьким девочкам Вначале была художественная гимнастика Но душа не лежала А так как папа – тренер по единоборствам Решила попробовать себя в борьбе У меня тренировал папа И я решила попробовать Мне было достаточно там комфортно Так как у меня занимался еще брат И у меня как бы все получалось Также выступала на соревнованиях очень удачно Как с мальчиками, так и с девочками Вот такие они девушки-спортсменки Красивые, умные и целеустремленные И да, всегда могут за себя постоять И на сегодня это все Будьте спортивными и здоровыми И пусть всегда у вас открывается второе дыхание Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова